Инициатива создания Харьковской роты идет от харьковских жителей. В батальонах Донбасс достаточно большое количество было представителей Харькова всегда. И Харьковская область, это приграничная область, и наши интересы Донецка и Харькова здесь совпадают. Где-то три недели назад процесс начался, он был временно приостановлен в результате проведения у нас проверок по использованию оружия, которое сейчас проходит, то есть где мы его потеряли, в Иловайске или может быть продали на черном рынке. Идет сейчас оформление новых бойцов, и Харьковская рота по списку, насколько я сегодня общался с местными представителями, уже фактически сформирована. Осталось только провести, согласно законодательству Украины, все необходимые процедуры. Это проверка и это медицинская комиссия. По нашей задумке, Харьковская рота должна базироваться здесь и являться стержнем территориальной обороны, вокруг которого могут формироваться уже подразделения самообороны, которая помогала бы гражданам прежде всего чувствовать себя защищенными. Не думать, что в случае очередных каких-то террористических восстаний, волнений, катаклизмов, они будут брошены на произвол судьбы, как были брошены мы на Донбассе. Очень важно также, чтобы заработала школа младших командиров, сержантов в Львовской области, в Золочеве. Тоже происходит задержка на две недели в связи с теми же событиями. Но мы уже получили приглашение для американских специалистов, которые будут заниматься подготовкой. Кстати, хочу сказать, что приглашение, как ни странно, нам выдало, помогла мэрия Львова. То есть, вот они по этому приглашению приходят к нам. Значит, и мы хотим, чтобы это был не просто вооруженный Майдан, каким мы воюем последние месяцы в ОТО, а это были действительно люди, которые пройдут профессиональную подготовку. Завтра в 10 часов в Харькове будет сбор украинской войсковой организации, и в том числе будут решаться вопросы по финансированию местной роты, местными бизнесменами, с привлечением местных же инструкторов. Я считаю, что это достаточно позитивно для Харьковской области, ну, для той части, которая поддерживает Украину. Я думаю, есть и другая часть, как и везде. Для них это, наоборот, негативно. Спасибо. Какой численный состав? Численный состав 110 человек. Я не исключаю, что будут проблемы на этапе оформления. То есть, ну, будем преодолевать совместно с общественностью.